Уполномоченный по правам человека в Ненинском округе Татьяна Бадьян собрала круглый стол, посвященный главному законодательному акту Ненинского округа. Устав как основа развития региона, такова тема совещания. Участники в своих докладах взглянули на закон через призму своих профессиональных интересов, судебной системы, поддержки коренных малочисленных народов Севера и защиты прав граждан. Подробности у Дмитрия Щепанова. Устав округа – основной документ, исходя из которого формируется вся правовая база. В нем описана организация власти и выборов, политика в области отношений с коренными народами, почти все сферы общественных отношений. Выступая перед собравшимися, Анатолий Мяндин отметил, что создавался документ в сложное время, когда не было четко прописано даже федеральное законодательство, не то что региональное. Из таких условий рождались законы, жизнеспособность которых сегодня проверена временем. И одним из первых законов стал устав единственного автономного округа, своеобразная конституция, наша конституция единственного автономного округа. Между тем документ получился качественным. Такое мнение высказывает юрист с большим стажем, председатель окружного суда Евгений Мартынов. У позиции судьи своя аргументация. Депутаты, которые в 96-м году принимали устав, они приняли очень хороший законодательный акт. Почему? Потому что все изменения, дополнения, новые редакции, которые вносились, они касались только тогда, когда на федеральном уровне вносились какие-то изменения. Основополагающие начала, а особенно это касается прав жителей Ненецка автономного округа, защиты их прав, они практически никакого изменения не претерпели. Однако устав региона – документ живой и должен постоянно дорабатываться. По мнению замглавы региона Юрия Хатанзейского, нужно больше внимания уделять коренным малочисленным народам. В пример он привел ситуацию на острове Колгуев, где за последние несколько лет произошла массовая гибель оленей. Причина здесь не просто в плохом хозяйствовании или погодных условиях. Дело в потерянных традициях, конфликте с современного и традиционного образа жизни обитателей тундры. Разрыв поколений относительно сохранения традиционного образа жизни, сохранения культуры, сохранения языка, она как раз и является на сегодняшний день очень серьезным фактором к тому, что мы можем остаться абсолютно без ничего. И то, что случится, мы уже не сможем это все исправить. Также участники совещания обсудили предложение по совершенствованию главного закона Ненецкого автономного округа. Его предстоит скорректировать в соответствии с новыми реалиями, возвращенными в округ полномочиями по исполнению государственной власти. В заключении, уполномоченный по правам человека в округе Татьяна Бадьян поздравила собравшихся с Днем российского флага, который отмечается ежегодно 22 августа.